Делите любовь, закрой глаза скорее Кто-то ходит за окном и стучится в небо Смерть это то, с чем мы сталкиваемся постоянно Будь то потеря члена семьи, смерть домашнего любимца или наша собственная смерть Как бы это ни было грустно, но каждую минуту в мире умирает около ста человек Но что на самом деле происходит, когда мы умираем? В первые несколько секунд после смерти последний вздох кислорода в вашем организме истощается и активность мозга утихает По мере того, как нейроны прекращают свою работу, ваш мозг перестает секретировать гормоны, которые регулируют функции организма И хотя некоторые функции организма могут сохраняться в течение нескольких минут Так как используют остальные запасы АТФ, которые являются основным источником энергии вашего тела Мышцы расслабляются, в том числе и сфинктеры А это означает, что в любую секунду может произойти дефекация и мочеиспускание В течение первых 15-25 минут после смерти кровь перестает циркулировать по капиллярам Из-за чего тело становится бледным Из-за того, что сердце перестает работать Под действием силы тяжести кровь стекает и вызывает пул крови в нижней части тела Через несколько часов кровь полностью обесцвечивает тело и достигает своего пика спустя 12 часов Это, кстати, является одним из главных способов определения специалистами точного времени и его положения в момент смерти В течение 3-6 часов происходит полное окоченение конечностей Это связано с тем, что тело теряет свой источник энергии Происходит утечка кальция в клетках мышц Также это связано с белками, которые ответственны за сокращение мышц Это все приводит к неконтролируемому напряжению и жестокости мышц Тело становится очень прочным в течение от суток до двух Если тело к этому времени не было забальзамировано или законсервировано То оно начинает разлагаться, претерпевая клеточную гибель Без надлежащего кровотока эти мертвые клетки накапливаются вместе с газом СО2 Это ослабляет клеточную мембрану, что в конечном счете заставляет их лопнуть и выпустить цитозоль Существует также 100 триллионов микроорганизмов, которые помогают сломать наше тело Анаэробные бактерии в желудочно-кишечном тракте начинают есть через органы брюшной полости Этот процесс известен нам как гниение После чего тело начинает издавать жутко неприятный и вредный запах Распределение аминокислот бактериями производит чрезвычайно неприятные газы Которые в свою очередь привлекают определенных насекомых, клещей, жуков и мясных мух Которые откладывают яйца в гниющие ткани Из яиц в течение дня вылупляются личинки, которые едят ткани, чтобы выжить, пока не созреют полностью За несколько недель эти личинки способны употребить 60% ткани тела Создавая отверстия, позволяя жидкости и газам разложения выходить наружу Между 20 и 50 днями начинается масляное брожение Которое привлекает жуков, простейшие личинки и грибы Данный процесс известен нам как сухой распад Который занимает примерно до 1 года В более теплой среде это происходит гораздо быстрее За годы растения и животные полностью седают в клетке тела В том числе и скелетные останки Это означает, что каждая молекула человека со временем будет переработана Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на наш канал и смотреть другие видео